Здравствуйте! Сегодня я нахожусь в усадьбе Ваейковых в селе Красное Знамя Уваровского района. Ее владельцем был герой войны с Наполеоном генерал-майор Алексей Васильевич Ваейков, дед Василия Дмитриевича Поленова, русского художника, педагога, профессора Императорской Академии Художеств. Владелец усадьбы Алексей Васильевич Ваейков служил военным, неоднократно награждался за храбрость, создал и возглавил секретную экспедицию, положившую начало российской военной разведке. Сегодня, находясь в таком прекрасном месте, я предлагаю вам заняться йогой и принять три простых позы, выполнение которых придаст спокойствие, добавит уравновешенности и повысит сопротивляемость организма к вирусным и простудным заболеваниям. В йоге позы называются асаны, а если подробнее, то асана – это устойчивое положение тела в пространстве. Итак, начнем с первого асана – это врикшасана, или позы дерева. Встаем на ноги, если мы сидим. Ноги у нас изначально находятся параллельно друг к другу. Стараемся максимально растянуть свое тело, то есть потянуться вверх, но пятки при этом у нас должны касаться земли. Поднимаем правую ногу, рукой можно помогать, и ставим пятку правой ноги как можно выше на бедро левой ноги. Пальцы ног направлены у нас вниз, колено вводим в сторону настолько, насколько это возможно. На начальном этапе можно помогать себе рукой. Далее раскрываем грудную клетку, ладони смыкаем из сердца, разводим плечик, раскрываем грудную клетку, делаем спокойный вдох, спокойный выдох. Далее делаем глубокий вдох, поднимаем руки вверх, разворачиваем ладони от себя, делаем спокойный выдох. Тянем руки вверх, не отрывая пятку от земли. В таком положении можно сделать 10-20 спокойных дыхательных циклов. Закончено. Следующая асана, которую я предлагаю вам выполнить, это Вирабхадрасана, или поза воин один. Для этого нам необходимо принять положение стоя, сделать широкий шаг правой ногой вперед, таким образом, или выпад, если говорить языком физкультуры. Таким образом, чтобы колено впереди стоящей ноги у нас было максимально согнуто, а колено сзади стоящей ноги максимально выпрямлено. Стопы у нас должны находиться на одной линии. Далее, поднимая руки через стороны вверх, делаем глубокий вдох. Сделали. Подняв руки, делаем спокойный выдох и продолжаем равномерное дыхание носом в этой позе на приблизительно 10-20 спокойных циклов. Закончили. Следующая асана, которую я вам предлагаю выполнить, называется Тадасана, или поза горы. Для этого принимаем положение стоя. Стопы у нас находятся вместе, касаются друг друга. Мы подтягиваем коленные чашечки вверх, напрягаем бедра, выпрямляем грудь, вытягиваем корпус вверх, но пятки у нас обязательно должны касаться земли. Спина должна быть ровной, как будто мы стоим у стены и ее касаемся. Руки развернуты ладонями наружу, вот таким образом. В таком положении выполняем от 10 до 20 спокойных дыхательных циклов. Глаза при этом можно закрыть. На этом мы с вами закончили наше занятие. Спасибо вам большое за внимание. В таких местах, которые придают душевные силы, приятно заниматься йогой, потому как мы с вами развиваем и дыхательную мускулатуру, и с вами повышаем сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Тренируем с вами мышцы спины, осанку, что очень немаловажно в наше время. Подписывайтесь на мой канал. Когда видео наберет больше 100 лайков, я запишу новые асаны. Спасибо за внимание.